Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 22 главе книги пророка Иеремии. В отличие от нескольких предыдущих, 22 глава довольно пространная и включает в себя целый ряд важных откровений, слов, которые Господь дает пророку Иеремии. Начинается разговор с того, что Бог повелевает пророку пойти в дом царя и обратиться к царю, послушая слово Господне, царь иудейский, сидящий на престоле Давидовом. Это довольно важная вещь, потому что мало того, что Давидовой династии уже около двух столетий и даже, может быть, больше, но и, да, конечно, больше, но и, кроме того, еще дому Давида принадлежит некоторое обетование от Бога, обетование о том, что потомок Давида будет сидеть на его престоле, некий отдаленный потомок, и царство его будет царством самого Бога. Еще пока, скажем так, не оформилась окончательно вот эта вера в Мессию, помазанника, царя Израиля, его потомка Давида. Еще нет в явном виде такого представления, такого верования. Оно только начинает складываться, еще вовсе не так отчетливо, как могло бы показаться нам из сегодняшнего дня. Даже у пророков за полтора-два столетия до Иеремии, при том, что некоторые представления о мессианстве есть, но оно еще довольно все-таки, ну, условно, скажем, расплывчатое, недостаточно четкое. Здесь поэтому вот, когда он обращается к царю иудейскому, сидящему на престоле Давидовом, это еще и некоторое вот уточнение, уточняющий разговор именно про эту мессианскую традицию царя, который будет царем от Бога. Вот царь на престоле Давидовом. Что же Бог говорит ему? Снова, как в конце предыдущей главы, только подробнее. «Производите суд и правду, спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем». Бог таким образом снова и снова через пророка Иеремию призывает к порядочности и правде в общественной жизни, в первую очередь в сфере правосудия, в сфере правосудия, потому что суд и правда, обижаемый, которого нужно спасать от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироту и вдову, это вот что. У сироты или вдовы, или пришельца, или еще кого-то есть бизнес, который он честно создал с нуля вот этими руками, и который отжимают у него те, кто пользуется правом применять силу, правом от царя. Вот, собственно, об этом речь. И сколько бы ты не обращался с жалобами на действия этих самых облеченных властью применять силу людей, суд не будет на твоей стороне, суд всегда будет на их стороне. И от этого гибнет страна, и от этого гибнет город, и от этого гибнет все, включая царя на престоле Давида. Все разваливается вот из-за того, что здесь нет правды в общественной жизни, в социальной. Вот, если вы будете исполнять слово «сие», говорит Бог, то будут входить в воротами дома всего цари, сидящие на престоле Давида. Если вы будете хранить и беречь правду вот в этой жизни, да, спасать обижаемого от руки притеснителя, не отнимать чужой земли, не обижать пришельца и беззащитного. А если не послушаете этих слов, то мною, клянусь, говорит Господь, этот дом сделается пустым. Так говорит Господь дому царя Иудейского. Ты у меня высокая вершина, но я сделаю тебя пустыней. И приготовлю против тебя истребителей. И многие народы будут проходить через этот город и говорить, почему, за что Господь так поступил с этим великим городом. И скажут в ответ за то, что они оставили завет Господа Бога и поклонялись иным богам. Вот за это, за предательство заключенного с Богом договора. Гибнет и разрушается страна. И как уже было не рассказано, как пророк продемонстрировал это на примере разбитого кувшина, это невозможно отвратить, потому что это неизбежное последствие нравственного выбора людей. И в следующей части главы Иеремия говорит о том, что горько плачьте об отходящем в плен. И вот Солум, сын Иосии, следующий сын царя Иудейского, по-видимому, он вышел на войну и уже не возвратится в Иерусалим, умрет в том месте, куда отвели его пленным. Для той эпохи это одна из самых пугающих, ужасных вещей – умереть не в земле отцов своих. Снова уже, по-видимому, к следующему царствованию и к еще одному потом к Иоакиму и Ихонии обращаются Иеремия и говорит горе тому, кто строит дом свой неправды и горнится своей беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Вот, горе тому, кто не платит зарплату, кто ее задерживает. Это не просто там стыдный поступок, да, безобидный, как ковырять в носу в обществе, но это ведет к гибели. Горе тому, кто заставляет ближнего работать даром и не отдает ему платы его. Это, кстати, распространено очень часто у нас в нашей жизни. Не только отдельные работодатели, но и, на самом деле, сплошь и рядом такого рода мелкие кризисы неплатежей, особенно те, на чьей стороне сила любят делать так, не отдавая работникам платы их. Горе тому, кто говорит себе, построю себе дом обширный, горница просторная. Да, дворец на Пикадилле или еще в каком-нибудь месте. Горе тому, кто обшивает дом кедром и красит красной краской. Ты думаешь быть царем, потому что у тебя дворец из кедра, да, потому что заключил себя в кедр? Вот Иеремия обращается к царю Иоакиму и говорит, отец твой ел и пил, ну, действительно, Иосиф был довольно благополучным царем, но производил суд и правду, и поэтому ему было хорошо. То есть, относительное благополучие царствования Иосифа объяснялось тем, что Иосиф был порядочным человеком, производил суд и правду. Вот что, собственно, и пытается Господь через Иеремию донести до сына Иосифа и царя Иоакима. А твои глаза, да, вот, смотрите, он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему было хорошо. Вот это и значит знать меня. Оказывается, знать Бога, это поступать справедливо, любить дела милосердия, разбирать дело нищего и бедного, и защищать притесняемого, как об этом уже не раз шел разговор с самого начала этой главы. И вот это и значит боговедение, это и значит знать Бога. Как он говорит через пророку Осию, милости, хача, не жертвы, знание Бога больше, чем всесожжение. Вот что такое это знание. Разбирать дело бедного и нищего. А твои глаза, говорит Бог Иоакиму, обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, чтобы делать притеснение и насилие. То есть вообще никакой попытки делать что-то доброе в царе Иоакиме нет. Кровопролитие, притеснение, насилие, корысть. И поэтому Господь говорит о царе Иоакиме, не будут оплакивать его, а с линым погребением будет он погребен, собственно, выброшен на помойку. Вот так. И дальше Господь обращается и к царю, и к Иерусалиму в целом, говоря, когда еще было время благоденствия, когда еще не приблизились вот эти вот войска Вавилонского царя, я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал, не послушаю, и ты не слушал голоса моего, и так будешь ты жалок, когда постигнут тебя муки. И, наконец, заключительная часть этой главы посвящена судьбе Иохонии, сына Иоакима, внука царя Иосии, о котором Господь говорит, даже если бы он был перстнем на правой руке моей, драгоценным украшением и знаком власти, то я оттуда, я оторвал бы тебя и отдал в руки ищущих души твоей. И выброшу тебя в чужую страну, и там умрете. И выброшены были он и племя его. За что они выброшены и брошены в страну, которую они не знали, спрашивают о царе Иохонии люди. В сущности, на самом деле, никакого дополнительного ответа здесь не дается, потому что просто Иеремия свидетельствует о судьбе этого самого Иохонии, сына Иоакима. Он тоже будет отведен в плен, он тоже будет уничтожен, потому что решение Божье принято и весь Иерусалим, и все, что в нем происходит, поскольку они не обращаются к Богу, поскольку они не меняют жизнь, все это сосуд непотребный. Обращают на себя внимание, однако, последние слова, 30-й стих этой главы, где Господь говорит, запишите человека сего, имеется в виду царь Иохония, лишенным детей, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Идет ли речь о том, что род Давида пресекается и владычество потомков Давида пресекается на время плена или на веки вечные? Это вопрос, на который всерьез на самом деле ответа нет. Однако не будем забывать, это важно очень обдумывать, что с одной стороны у нас есть обетование о потомке Давида, чье царство будет без конца. И есть обетование о том, что больше никто из потомков Давида не будет владычествовать в Иудее.